Здравствуйте, уважаемые! Снимаем продолжение видео о снастях. Ну, в общем, вот такой вот шаблончик у нас получился. Это вспененный ПВХ. 4 мм толщиной. Как я его сделал, я сейчас буду объяснять. Сорт твердый. Поехали! Мной был взят отрезок пластика, произвольный абсолютно, я никаких размеров не соблюдал. И все прорези делались при помощи дрели, при помощи сверла по дереву. Вот такой вот заточкой. Сверлил отверстие. Это нужно для облегчения. Вот такая картина у нас в итоге получалась. Далее мы отсекали все лишнее. При помощи макетного ножа. И на выходе получали вот такую форму. Все наши отверстия теперь служат для облегчения. Далее мы этот шаблон будем использовать, чтобы переносить его на уже интересующие нас кусочки. Это может быть 2 мм, 3 мм толщина. Я думаю нарезать вот этих 4 мм и использовать их как центр. И просто оклеивать их с двух сторон пластинами пластика. То есть допустим здесь 2, здесь 2, но вот эта прорезь уже цельная. Не двойная как здесь, а цельная. Это придаст немножко заводского вида что ли нашей удочке. Попробуем. Перейдем сейчас в мастерскую. В домашнюю. И там все это дело продолжим. Вот мы в домашней мастерской. Мы уже вырезали из 2 мм пластика две щеки. Как вы видите, с шаблоном, который я решил в дело все-таки пустить. А для себя сделать более приемлемый вариант. Более удобный под мою именно руку. Но чтобы видео закончить, я решил его пустить в дело. По нему были также при помощи моего инструмента расчерчено все на полоске пластика. И при помощи макетника вырезано. То есть выглядеть после склейки это все будет вот таким вот образом. Потом это все дело зашлифуется. Все огрехи уберутся. И получится у нас 8 мм. Такая вот удочка облегченная. Я еще думал, шестик у нас будет из этой части расти, так скажем. Я думал в это окошко вставить кусочек пробки или кусочек пенки, чтобы фиксировать блесну. Да, кстати, это блесномет, если кто еще не понял. Ну, потом подумал, наверное, не стоит. Можно будет просто выпилить квадратик сзади и вклеить кусочек пробочки уже сюда. Вот. Ну, сейчас склеим, посмотрим и будем обрабатывать. Собственно говоря, склеилось. И я слегка обрезал все кромки. Сейчас приступим ошкуривать все это дело. После ошкуривания у нас получилось не совсем аккуратное. Тут еще нулевочкой надо будет пройтись, кое-где заусенчики остались. Но вполне гладенькая, вполне удобная рукояточка. Вот. Сейчас пройдемся нулевочкой. Она у меня здесь разных номеров. Где-то была 600-ка еще. Ею пройдусь. Ну, сейчас пока 400-кой довожу до нужного состояния. Самое главное в этот момент много лишнего не снять, потому что нам еще засверливаться здесь. Да, чтобы было понятно внешние слои можно было в принципе выбрать и так. То есть взять изначально толстый толстый пластик. но я решил сделать слоистым все-таки. Тем более мы испытываем новый для нас клей, поэтому склеилось из нескольких слоев. Ну, в принципе бормашинка тоже это все дело может вырезать из цельного куска. Ну, я делаю это для примера для тех, у кого нет бормашинки и кто может выйти из положения вот таким вот образом. шестик мы будем использовать покупной. Это остаток. Я уже один удильник делал блеснилку. Это шестик углепластиковый толщина комля 3,5 миллиметра. Это вот как раз нижняя его часть. сейчас необходимую длину мы опять обрежем и будем вклеивать еще просверлить надо будет и будем вклеивать в это отверстие. Еще такая информация вспомнилась. Для того, чтобы отрезать без школов и расслоений шестик выбранное место в нашем случае 31,5 сантиметр мы проходим надфилем с острой гранью. Это квадратный может быть треугольный главное чтобы была острая пилища грань и потихонечку по полностью по кругу проходим на всю глубину. В таком случае у нас расслоений не будет никаких и шестик отрежется ровненько. Если знаете какой-то другой способ в комментариях можно будет указать. смотрел одного бородатого дядьку он после опила ламинирует еще срез то есть образуются какие-то микротрещинки в связующем составе просто ворсинки какие-то поднимаются это может все привести к расщеплению поэтому мы аккуратненько срез заламинируем суперклеем но он эпоксидка это делал правда та которая в тюбиках в таких продается в двух шприцах но я думаю суперклея тоже будет достаточно тем более вот месяц им уже пользуюсь для разных целей и еще ни разу он меня не подвел даже на морозе что удивительно для дешевого клея в общем вот такое чудо чудесное у нас получается 10 сантиметров у нас сама ручка и если считать ту часть которая вклеена в это место 31,5 сам удильник вот общая длина 40 остается только вклеить либо напрямую сюда кусочек бисера кусочек говорю бисеринку желательно это дело из качественного бисера чтобы внутреннее отверстие было абсолютно гладким это поможет избежать перетирания лески у меня тут есть немножко бисера который я использовал как насадку для безнасадочной мармышки вот не получится у нас напрямую поэтому сделаем муфточку муфточку сделаем муфточку кстати можно сделать и из ватной палочки которую я уже загодя принес либо паста от ручки кусочек то есть сам стержень нужно будет кстати нужно проверить наверное сначала нет и он тоже не натянется надо более широкий найти ну в общем мы этим сейчас и займемся вклеили бисер не знаю камера передаст или нет собственно говоря вот она здесь исключит перетирание лески обугольный шестик ну и традиционное завешивание в принципе неплохо с угольным шестиком с бисеринкой хотя там она ничего не весит абсолютно со всеми слоями клея в принципе у нас получилось 7 с половиной грамм 7,4 я думаю неплохой результат как для вспененного ПВХ ну в общем как-то так следите за новостями жмякайте на колокольчик подписывайтесь самое главное на канал ставьте лайки всем пока субтитры 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 субтитры